Правый коронный, левый похоронный. Именно такие слова как нельзя лучше характеризируют удары ногами в голову Крокопа. Легендарный Мирко Филиппович, который считался топовым бойцом и принимал участие во множестве сильнейших турниров, включая Прайд, был и остается обладателем одного из самых сильных хайкиков в истории, который принес много боли и страданий всем его оппонентам. Приветствую вас, накачанные чебуреки. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на бои, в которых хорватский полицейский исполнял чудеса своей бетонной ногой и причинял адские муки своим соперникам. Нужно всегда поступать правильно, но только после того, как испробуешь все остальное. Именно так и поступали бойцы в первых боях без правил. 1 февраля 2004 года на Прайд-27 на ринг забрался быкообразный Рон Уотерман по прозвищу УАЙШ-2О. Мужик был отлично сложен и на момент боя имел 10 побед и лишь одно поражение. Рон был базовым борцухой и прекрасно знал о мощи страусиных ляшек Крокопа, поэтому с первых секунд решил перевести бой в более приятную для себя стихию – партер, таким образом не давая Мирка себя бить. Но Крокоп выпутался из объятий накачанной анаконды, о чем Уотерман тут же пожалел, получив по чердаку коронным хайкиком, который отправил кукушку на прогулку. Но этим все не закончилось, ведь у нас брутальный турнирчик для настоящих мужиков, поэтому Филиппович в стиле реальных пацанов, которые приходуют очередного алкаша, разрядил по голове соперника парочку сокер-киков, что и заставило Рефа остановить бой. Дружба двух женщин – это всегда заговор против третьей. А вот дружбы между двумя мужиками в ринге быть не может, разве что только после того, как один из них уже не сможет встать. 31 декабря 2014 года на славном турнире Иноки Бумбайе против Мирка Филипповича поднялся не менее легендарный Сатоши Ищи, который являлся олимпийским чемпионом по дзюдо и грозой джитсеров. Для того, чтобы предположить, как будет проходить бой в ринге, к бабке-гадалке ходить не стоило, и яйцом выкатывать кофейную гущу тоже. Все зрители понимали, что дзюдик будет идти на пролом и переводить бой в партер. Это же и понимал Крокоп. Только вот понимать это одно, а что-либо противопоставить совсем другое. Поэтому с первых секунд Сатоши удалось сделать то, что он хотел, и показать Мирку, что он тоже умеет бить в выгодной для себя позиции. После боевого первого раунда пришел второй, который начался с одиночных ударов от Филипповича, но Сатоши снова перевел его в партер, хотя на этот раз ненадолго. После чего Крокоп решил прикрыть эту лавочку любителей тереться потными телами лежа и в сандалил свой жесткий бронебойный хайкик, от которого японец поплыл, а после добавки руками приплыл. Мирка беспощадно, как саранча, уничтожающая посевы пшенички, разделывался со своими оппонентами и должен был сразиться за чемпионский пояс с Федором Емельяненко. Но перед этим ему пришлось встретиться с братюней чемпиона Александром, который в то время еще считался бойцом. Эта эпичная битва состоялась 31 декабря 2014 года и привлекла немало внимания зрителей. Александр делал акцент на руки, а Крокоп разбивал его ногами, к чему тот абсолютно не был готов. О чем, кстати, позже сам рассказал, понимая, что выходит на смертный для себя бой. Фанаты наслаждались зрелищем недолго, ведь уже через 2 минуты хвост Скорпиона прибил свою жертву, избавив от дальнейших мук. Тяжело определить, что такое жестокость, ведь мало кто назовет вегетарианца жестоким. Хотя если разобраться, эти особи, не убивая животных, отбирают у них еду, заставляя умирать голодной смертью. Вот так же тяжело разобраться, где у бойцов безрассудная дурость, а где смелость, благодаря чему они выходят в ринг против гораздо более сильных противников. Именно такой бой зрителям пришлось наблюдать 5 октября 2003 года на турнире «Бушидо-1», когда против непобедимого на тот момент Мирка Филипповича в ринг поднялся Альберто Родригес, который был супергероем рестлинга. Печально, но кажется мужику до конца не объяснили разницу между рестлингом и реальными боями. Поэтому на себя эту обязанность пришлось взять Крокопу, который доходчиво продемонстрировал эту огромную разницу уже через 50 секунд беспорядочного метания маски по рингу. Бить палкой по воде бесполезно, а вот кулаком в голову очень даже эффективно. Но если вместо кулака применить ногу, эффективность вырастет в разы. Но это уже давно не секрет. Как для бойцов, так и для гопников. 10 сентября 2006 года на Pride FC в ринге как раз таки и сошлись две легенды. Воспитанный и уважительный хорватский полицейский и обезбашенно психованный гопникообразный Вандерлей Сильва по прозвищу «Убийца с топором». Этот бой ждали с нетерпением многие, и ожидания оправдались. Жесткая рубка с первых секунд перешла в партер, где Мирко занял выгодную позицию и обработал Сильву локтями. Позже Филипповичу удалось четко попасть правым кроссом навстречу и уложить Вандерлея на канвас, где он снова начал его обрабатывать. Но бешеный бразилец так просто не сдается. Человеку не дано знать, что ему уготовано судьбой, поэтому все верят в лучшее, а случается иногда и худшее. Продолжив бой, Вандерлей приговорил себя к жесточайшему нокауту, который был признан нокаутом 2006 года. Вот теперь и думайте, что было лучше, принять советы врача как подсказку судьбы и сдаться, или продолжить бой, став участником нокаута года. Близость к Богу от Божьей кары не спасает, а подхалимство перед боем от нокаута не защитит, хотя может количество ударов и уменьшить. В этот же вечер, 10 сентября 2006 года, после эпичной победы над Сильвой, Мирка вышел в ринг на финальный бой против Джоша Барнета. Мощного и здорового бойца, у которого на счету уже было 22 победы. Но, как показал поединок, среди этих побед не было такого бойца, как Филиппович. Полное доминирование, отличный хайкик, без которого никуда, и добивание принесли Крокопу победу как в бою, так и во всем турнире. После боя Мирка со слезами на глазах сказал, что невероятно рад чемпионскому поясу, и это лучший день в его жизни. Есть чемпионы по фигурному валянию на диване, есть легендарные бойцы, сражающиеся против десятка пельменей, а есть простые ребята, которых знает весь бойцовский мир и будет помнить долгие годы, даже после их ухода с ринга. Именно такую битву титанов посчастливилось наблюдать зрителям 10 августа 2003 года на Pride FC. На момент боя Филиппович не имел поражений и находился в отличной форме, уничтожая всех, кто вставал на его пути. В свою очередь легендарный и титулованный Игорь Вовчанчин уже был на спаде, а перед этим боем проиграл два поединка подряд. Но, несмотря на это, он все равно оставался очень опасным бойцом. С первых секунд мужики устроили настоящую рубку мастеров ударки. Сам Шан Сунг с Лю Каном наблюдали и учились, как нужно рубиться, не зная страха и сомнений. Но шоу, на которое так жадно смотрели все миры, закончилось через полторы минуты, когда адский хайки Крокопа настиг голову Вовчанчина. Войдя в историю лучшим нокаутом 2003 года. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok